Мы строим наш Шартерский собор, творим мировую историю космонавтики. Помяните мое слово, вот этот спутник будут показывать в музее. И его действительно там покажут, как и все другие изобретения Сергея Павловича Королева, которые опередили свое время. Еще задолго до полета Гагарина он мечтал об экспедиции на Марс, орбитальной станции и лунной базе. В жизни Королева Самара стала особенным городом. Здесь воплощали смелые проекты главного конструктора. Гагарина поднимает к звездам ракета Р-7, «семерка», как ее называют конструкторы. Это, наверное, главное творение Королева. Он отдаст ее массовое производство в Куйбышев. Было это почти 60 лет назад, а в день старта гагаринской ракеты к пуску ее готовили в том числе куйбышевские специалисты. Ну, собираем вещи, выходим, подходит человек с ними, там еще несколько человек. Ну как, мы доработали? Да, доработали. Ну что, сынок, полетим? Да полетим, куда деваться. Выходим со старта. И говорят, ты знаешь, с кем я разговариваю? Нет, не знаю. Это Королев. В лицо Королева действительно знали немногие. Он был чуть ли не самой засекреченной личностью в стране. Скрывали, конечно, и всю кино и фотохронику с его участием. Первое фото Королева, разрешенное к публикации, сделано было именно в Куйбышеве в июне 63-го. Королев любил Куйбышев, а особенно любил Волгу. Этот город для Сергея Павловича стал по-настоящему счастливым. Здесь все так удачно получалось. Быстро отлаженная «семерка», первая космическая ракета. И появившиеся здесь единомышленники, ставшие друзьями. Сергей Павлович каждый раз, когда летал на полигон или возвращался с полигона, он всегда летел через Куйбышев. И он обязательно заходил к нам. Он рассказывал о задачах. Его голубая мечта была достичь Луны и планет. Музеев, посвященных Королеву, в стране всего три. Один из них в Самарском университете. Здесь бережно хранят вещи, которые передала вдова генерального конструктора. Это бессменная шляпа Королева. Рассказывают, в ней он провел не один удачный пуск, и потому менять не спешил. Особенно в музее дорожат стартовые повязки Королева. Она была на нем во время пуска ракет с Терешковой и Быковским. Стартовая повязка обеспечивала, обозначала доступ в каждую зону подготовки полета. Естественно, это самая высокая зона была Сергея Павловича Королева. Всех российских космонавтов и каждый третий спутник на орбиту доставляют самарские ракеты. Здесь до сих пор продолжают дело Королева. А в Самарском университете, который носит его имя, учится новое поколение конструкторов. Валерия Макарова, Константин Головин. События.